Серж Винтеркей, Артём Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга восьмая. Приключения московского аудитора, попавшего из нашего времени в 1971 год, продолжаются. Павел Ивлев начинает учиться в МГУ. Его сестра и девушка учатся в горном институте. Но там не всё гладко. — Сентябрь, Картошка. Новые и старые друзья. Амбициозный комсорг механического завода «Сачан» тоже возвращается в Москву, из которой был в своё время отправлен в провинцию за провинность. Как теперь сложатся их отношения? — читает Сергей Уделов. Глава первая. Август 1971 года. Город Святославы. — Как это? — ошарашенно спросил Славка, подскочив к Ине. — Она очнулась? Или нет? — Нет ещё. Но появились движения век, спонтанные движения телом, реакция на раздражители, появилась позитивная динамика. — Это хорошо? — всё ещё шарашенно спрашивал Славка. — Не то что хорошо, а очень хорошо. Её состояние сдвинулось с мёртвой точки. — И что дальше? — спросил Славка. — Когда к ней уже можно будет? — Потерпи ещё чуть-чуть. — с сочувствием сказала Инна. — Не спеши, дай ей хотя бы проснуться. Тем более неизвестно ещё, каково её состояние. Как очнётся, первые дни тесты проводить будут разные, анализы делать. И не пустит тебя никто в реанимацию, никого не пускают. — Когда она уже очнётся? — в сердцах крикнул Славка. Он вдруг не выдержал, у него сдали нервы. — Может, за ночь и очнётся? — успокаивала его Инна. — Приду завтра на работу, первым делом к ней зайду. — Я с тобой. — безапелляционно заявил он ей. — Нас экзамен завтра? — неуверенно возразил ему молчавший до этого Мишка. — И вать! — отмахнулся от него друг. — Я завтра в больницу. — Инна с Мишкой озабоченно переглянулись. — Слав, тебя всё равно к ней не пустят. — попыталась вразумить его Инна. — Пустят! — отрезал он и упрямо сжал губы. — Ладно, утро вечера мудренее. — не стала спорить. Инна, видя, что парень не в себе сейчас, пытаться убеждать его в чём-то бессмысленно. Она понимала, что сейчас наступает решительный момент. Сейчас станет понятно, насколько пострадал мозг девочки. И Славка это понимал. Ему не надо было ничего объяснять. Он столько раз за эти месяцы слышал о неутешительных прогнозах докторов, что сейчас держался на одной юношеской наивной любви и вере в чудо. Он так и не заснул в эту ночь. Даже не пытался. Ходил по кухне взад-вперёд или сидел прямо за столом в позе роденовского мыслителя и пялился в одну точку за окном, поставив ноги на табурет. Инна просыпалась несколько раз. Молодая мать спала чутко и реагировала даже на шорохи из кухни. Ей было очень жаль парня, но помочь ему она ничем не могла. Сама переживала не меньше. Утром Инна несколько раз настойчиво пыталась образумить его, но Славка слышать ничего не хотел и упрямо собирался ехать с ней в больницу. В подавленном настроении Мишка поехал на экзамен один. А Инне ничего не оставалось, как ехать на работу в компании Славки, вцепившегося в неё как клещ. Она понимала, что он жертвует своим поступлением, но уже ругала себя за то, что сказала ему до экзамена, а не после, и очень жалела, что рядом нет Пашки. Тот бы точно что-то придумал, чтобы вразумить Славку. Оставив Славку в вестибюле, Инна переоделась в своей ординаторской и побежала узнать, как дела у Эммы. Возле той собрался целый консилиум из докторов. Она радостно выдохнула, увидев, что пациентка вышла из комы. Девочка очнулась, смотрела на всех испуганным, немного затравленным взглядом. Дождавшись, когда все уйдут, Инна подошла к лечащему доктору Эммы и узнала последние новости о ее состоянии. Посидела немного возле девочки. Та не узнала ее. Но это нормально после комы. Первое время нормально. Вернувшись к Славке, Инна рассказала ему новости и хотела отправить на экзамен в институт. Может, еще не поздно. Но, услышав, что Эмма очнулась, Славка решила, что бы то ни стало попасть к ней, и слушать ничего не хотел про экзамен. Инна побежала к главврачу, объяснила ситуацию, но тот решил, что не стоит рисковать. Пусть пациентка сначала придет в себя. Мы же не знаем точно, что там у них были за отношения. Нам такой фактор риска ни к чему. Раз сам главврач отказал, то, естественно, его не пустили. Но он выяснил, где она лежит, и взял в осаду реанимацию. Сел прямо возле двери и вскакивал каждый раз, когда двери открывались, пытаясь заглянуть вовнутрь. Он проторчал там до обеда. Когда Инна в свой перерыв прибежала проведать Эмму и наткнулась на Славку, то в очередной раз подумала, что ничего страшного не случилось бы, если бы парень повидался со своей любимой. «Ну что он там, сидит?» — спросила ее дежурная медсестра. «Сидит», — подтвердила Инна. «Он и не уйдет, я его знаю». «Вот иди и скажи ему, что нечего тут сидеть», — резко ответил лечащий врач Эммы, сам пришедший ее проверить. «Она не помнит никого». «А что такого страшного случится, если они увидятся?» — возразила ему Инна. «Может, она его увидит и все сразу вспомнит». Доктор промолчал. Медперсонал реанимации уставился на него в ожидании решения. «Что?» — рявкнул он на них. «Не даст это ничего». «Не попробуем, не узнаем?» — упрямо возразила Инна. Говорить ему, что она уже была у главврача, и тот отказал, она не стала. «А вдруг удастся убедить?» «Если скажет, то точно ничего не выйдет». «Да пустите паренька, у них любовь, жалко его», — пробурчала пожилая медсестра. «Ладно», — сдался доктор под множеством женских осуждающих взглядов. «Пусть пройдет. Все под моим контролем, не больше пары минут, и оденьте его». Обрадованная Инна отвела Славку к себе в ординаторскую, нашла ему халат и колпак, сменную обувь, и сделала звонок маме на работу, сообщила, что Эмма очнулась. Когда Инна привела Славку в реанимацию, он внешне ничем не отличался от лечащего доктора Эммы. Инна подвела Славку к кровати Эммы. Медперсонал отделения, представленный в основном женщинами, потянулся за ними. Лечащий врач встал у изголовья, сложив руки за спиной, как охранник. Эмма была очень слаба, с трудом могла хоть что-то говорить. Не понимала, где она находится, не узнавала никого, была страшно напугана и подавлена. Вдобавок, правая сторона тела плохо слушалась. Славка кинулся к ней, а она испуганно уставилась на него, не узнала. Он и сам до речи потерял, молча смотрел на подругу с ужасом, сжимая ее руку. Инна объяснила ей, что Слава ее сосед и близкий друг. Эмма выслушала, кивнула головой, что поняла. Славка с мокрыми глазами сидел молча рядом и гладил ей руку. А через две минуты Эмма, глядя на него, опять спросила с трудом, растягивая слова, кто это. Инна опять объяснила. Эмма все поняла и через минуту забыла опять. Славка с отчаянием взглянул на Инну. Но что она могла сделать? Объяснила ему, что это, возможно, пройдет при должном лечении, но нужно время, время и терпение. Память будет восстанавливаться, но постепенно. Как и когда это произойдет, сейчас не скажет никто. Что-то она может вообще никогда не вспомнить. С ней будут заниматься врачи, назначат лечение, массажи, лечебную физкультуру. Ей надо будет много заниматься с логопедом, развивать мелкую моторику, играть в развивающие игры, чтобы восстановить работу мозга. Как минимум месяц Эмма пролежит еще в больнице. Потом ее выпишут домой, и ей нужна будет помощь с реабилитацией. Славка слушал, мрачно и решительно кивая головой. Потом взял стул и придвинул его к кровати Эммы, намереваясь остаться здесь. Но Инна остановила его, подталкивая к выходу. — Это же реанимация, тебе и так здесь быть не положено, — сказала ему она. — Переведем ее в общую палату, тогда и приходи, и сиди сколько захочешь, — сказал доктор. — А сейчас, пока сам видишь, ты помочь ничем не можешь. — Когда переведете? — тут же спросил Славка. — Кто ж тебе сейчас это скажет? — развел руками доктор. — Все, иди. Дисциплина в отделении из-за тебя никакой. Доктор строго взглянул на медсестер, застывших рядом и с интересом ловивших каждый звук. Они тут же засуетились и разошлись. Славку уже начали выгонять из отделения, как вдруг Эмма, следившая, как его оттесняют к двери, четко произнесла, протянув к нему руку. — Савва! Она вспомнила его и расплакалась. Только его вспомнила больше никого и ничего. Пораженный таким прогрессом, доктор в итоге разрешил ему остаться, сказав, что для первого дня это очень неплохо. — Суток еще не прошло, а у нее уже память начала восстанавливаться, — сказал он перед уходом. — Процесс восстановления памяти может растянуться, может лавинообразно начаться, и она разом вспомнит все. Ее надо подготовить к этому. Рассказывай ей о ее жизни, о родных, друзьях, о ваших планах. Что-то забудет, что-то запомнит. И делай ей все время массаж ладоней, пальцев, особенно кончиков пальцев. Ты удивительно хорошо на нее влияешь. Инна зашла вечером за Славкой и чуть не силой утащила его домой поесть и поспать. На следующее утро Славка приехал с Инной на работу и заступил на дежурство у кровати Эммы до самого вечера. Так потянулись дни за днями. Инна взяла над Славкой шефство, водила на обед в столовую, представляла его коллегам, и вскоре все стали воспринимать его присутствие рядом с Эммой как должное. Тем временем Мишка успешно сдал экзамены в битом. Все свободное время от экзаменов он проводил на бетонных работах, прямо выскакивал из-за аудитории и бежал на ближайший поезд или автобус. После работы возвращался с хлеба завода без задних ног с одной мыслью — добраться до койки. Сегодня главный инженер, между собой мы его звали теперь не иначе, как Винни-Пух, ходил вдоль свежего бетона и линейкой замерял высоту бетонного слоя. Он оказался очень скользким типом, и я как чувствовал, когда в первый раз его увидел, что будут с ним проблемы. Директор тоже приходил, но совсем по-другому себя вел. Спрашивал, все ли у нас есть, для работы всем ли нас обеспечили. Если бы не он, не видать бы нам шланга, как своих ушей. Таскали бы сейчас воду ведрами, а так набрали бочку воды и не паримся. Весь в своих мыслях вошел в дом и застал. У нас целое собрание. — Что тут такое? — резко спросил я от неожиданности. — Что случилось? Я глядывал присутствующих и по лицам бабушки, Никифоровны, мамы и Клары Васильевны, не мог определить, произошло что-то хорошее или наоборот. Паша, Эмма очнулась сквозь слезы, проговорила Клара Васильевна. — О, как! Поплачьте чего! — Инна звонила, — пояснила мама. — Она не узнает никого и ничего не помнит. Но она говорит, — уточнил я. — Вроде да. — Все нормально, — постарался успокоить я женщин. То, что она чего-то забыла, это не страшно. Главное, что она не овощ. Что-то вспомнит с чем-то и кем-то заново познакомится. Это все уже не важно. Главное, она в сознании. Руки-ноги двигаются. — Инна не сказала, — растерянно ответила мама. — Но она завтра еще обещала позвонить. — Интересно, как там Славка? — озабоченно спросил я. — Как бы он поступление не сорвал с такими новостями? Зная друга, предположил, что он будет пробиваться к эмке любыми путями. Даже аппетит пропал. Бабушка вопросительно посмотрела на меня и подвинула ко мне ближе миску с молочной вермишелью. Заставил себя поужинать. В хате повисло напряженное молчание, но расходиться никто не спешил. Даже мама не уходила. — Ах, мат там, что ли, сейчас один оришку нянчит? — Ну, что тут у вас за траур? — недоуменно спросил я. — Все же хорошо. Эмма очнулась, разговаривает. Это же великолепно. Инна говорила мне, что с каждым днем шансы, что она очнется, снижаются. Чувствуете разницу с тем, что могло быть? Вот. А со всем остальным можно справиться и можно жить. Клара Васильевна улыбнулась, шмыгнув носом. Слишком долгое напряжение, состояние неопределенности не отпускало, и информации было слишком мало. — Надо дождаться завтрашнего звонка Инны, — сказал я. — Мам, расспроси ее подробнее о состоянии Эммы. А то, скажи, мы тут не понимаем, радоваться нам или плакать, и спроси, можно ли ее навещать. И про Славку спроси, пожалуйста, как он там экзамены сдает, ладно? Мама кивнула, засобиралась. Вскоре и Клара Васильевна ушла. Бабушка с Никифоровной остались сидеть за столом, и чтобы чем-то себя занять, взялись перебирать гречку. Вернулся из Брянска после устной математики Мишка и сразу прибежал ко мне доложить, что Славка все завалил. Он сам был очень взволнован и расстроен, чувствовал свою вину в том, что не уговорил друга поступать, не знал, чем помочь, и от этого еще больше расстраивался. Все стойко держались все месяцы, пока Эмма была в коме, поддерживали Славку, надеялись на лучшее, а как Эмма очнулась, у всех начали сдавать нервы, и у него в первую очередь. — Эх, блин. И как он планирует за Эммой ухаживать, если поступление сорвал и теперь в армию пойдет, едва признает, что годен? — Самый страшный позади. Все же попытался успокоить я друга. Эмма очнулась. — Да, — воскликнул Мишка. Он, оказывается, не знал. Сразу после института домой в Светославль вернулся. — Да. — Инна звонила. Правда, Эмма не узнает никого и не помнит ничего. Мишка сразу полегчал, и он, попрощавшись со мной, пошел домой, а я поднялся на второй этаж и еле дополз до своей кровати. Это бетонирование меня измотало. А еще заливать и заливать. Сам не заметил, как провалился в глубокий сон. Снились счастливой Славка и Эмма. Проснулся в прекрасном настроении. Все будет хорошо. Объявил всем на заводе новость про Эмму. В отличие от взрослых, молодежь смотрела на все гораздо оптимистичнее и встретила мое объявление радостными криками «Ура!». Естественно, кричали те, кто был в теме, но остальным быстро все объяснили. Настроение сразу у всех поднялось, даже у тех, кто лично не знал Эмму. Трудно не радоваться самому, если рядом рады те, с кем сдружился за недели тяжелой работы. И дальнейшие жизненные перспективы для нас сразу окрасились в радужный свет. Мы искренне радовались за Славку и надеялись, что черная полоса в его жизни закончилась. Конечно, все еще слишком неопределенно и неясно, но главное — Эмма жива и в сознании. Остальное неважно. Рабочий день прошел на одном дыхании. Все признали, что как будто стало легче работать. Точно, настроение хорошее помогло. Вечером спешил домой в нетерпении, что Инна маме нового рассказала сегодня про Эмму. Узнал, что по ней прогноз положительный, а Славка, как и опасался, поступление завалил. Вот же балбец. Хреново у него с долгосрочным планированием. Хоть бы сам это понимал и друзьям доверял, но упертый же, как баран. Может, ему и в самом деле неплохо в армию прогуляться. Там таким помогают иначе на мир взглянуть. У Эммы куча нарушений. И памяти, и двигательные, и речевые. Но есть прогресс даже за дни первые сутки. Все надеются, что у нее есть неплохие перспективы. Наверняка сейчас никто из врачей ничего не станет обещать, но доктора — хорошее лечение назначено. Теперь все зависит от Эммы, от ее желания выздороветь. Ей придется очень много работать, учиться, тренироваться, чтобы восстановиться. Но тут я не беспокоюсь. Сама не захочет заниматься, Славка заставит. Просил маму спросить про деньги. Инна сказала, что ничего не надо, но я все равно решил, что дам ей сотни на Славку. Она за ним фактически теперь ухаживает заодно. Ну, хоть стимул готовит научиться хороший. Не будешь же кормить парня, который на твоих глазах самоотверженно сражается за здоровье любимой, всякой подгоревшей фигней. Еще Инна попросила посмотреть у нас в магазинах детскую мозаику, элементы которой надо втыкать в маленькие отверстия. Сама она зашла в один магазин по дороге домой, но там не было. Если получится купить, то Инна на выходных увезет ее. Для Эммы детские развивашки сейчас самое то — мелкую моторику восстанавливать. Ну, уже кое-что. Мозаику мы найдем, из-под земли достанем. В воскресенье Инна по-любому с ней уедет. Когда есть четкая цель, жить гораздо легче. Несмотря на позднее время, решил зайти к Галие, попросить ее заняться этим вопросом. Заодно повидаться, а то редко встречаемся из-за нашей пахоты. Заканчиваем позже, чем она с работы уходит, так что и проводить ее до дома даже не могу. Несколько раз всего она сама к заводу подходила и провожала меня до дома под завидки всего нашего коллектива. Марат с нами в этих случаях шел, а потом сам домой ее провожал. Дверь открыл Загит и сразу потащил меня на кухню, где он до этого чаевничал в одиночестве. К нам присоединились Галия и Оксана. Они от Марата уже узнали, что Эмма очнулась и с интересом ждали продолжения. Доложил им все во всех подробностях, что сам знал, и выложил свою просьбу про детскую мозаику. — Нам не обязательно новую, подойдет и чья-нибудь, — объяснял я. Может, у кого-то дети уже выросли, не играют. — Кажется, у Анжелкина у Саньки была, — припомнила Галия. — Надо спросить. — А Марат-то где? — спохватился я. — Так сегодня же четверг, у него тренировка на заводе у вас, — ответил Загит. — О, мама родная! — воскликнул я. — Это он после хлеб-завода еще на тренировку пошел? — Конечно. Вторник, четверг, два раза в неделю. — Так и само собой разумеющимся, — ответил Загит. — Похоже, Марат не делится дома, как мы там упахиваемся. Но он дает вообще. После такого труда дня еще тренировку проводить. Монстр, однако. Посидел еще немного в гостях. Оксана удивила миролюбивым настроем, но расслабляться с ней нельзя. Это она такая ласковая, потому что дочь из Москвы вернулась. А что будет, когда приблизится время уезжать учиться в столицу? Голова вторая. Август 1971 года. Город Святославы. Потянулись однообразные дни. Дом, хлебозавод, дом. Несколько раз ездил на лекции от общества знания. Они представлялись уже какой-то халявой и отдыхом в сравнении с бетонированием. Уезжая на несколько часов со стройки на хлебозаводе, успевал и вздремнуть по дороге, и план лекции продумать. Съездил опять и в тот колхоз, где рассказывал про рациональное отношение к результатам собственного труда. Вал Григорьевич и Иван Алексеевич встретили меня как старого друга и сразу, понизив голоса, рассказали, что приглашали к себе корреспондента из Брянской газеты. Жаловались на ситуацию. Решили, что и так, нагоняя получат за несохраненное зерно, и так, за вынос ссоры из избы. Но сработало, как я и говорил. После выхода статьи им тут же выделили средства на строительство нового зернохранилища. Уже бригаду нашли, кто строить будет. — Если честно, — делился со мной председатель колхоза, — до сих пор жду, когда меня на ковер вызовут. Спросят за такую самодеятельность. — Теперь уже неважно, вызовут, не вызовут, — возражал ему зам. — Главное, у нас новый элеватор будет, а с ним и результаты будут ого-го. — И это правильно, — поддержал я Пал Григорьевича. Лекция была на тему «Советская пятилетка как основа успехов в экономике». Я ее очень одобрил, как узнал, кучу времени сэкономил. Даже в библиотеку идти не надо, чтобы колхозникам все разъяснить. Что, я не знаю, что такое плановая экономика, и какие выгоды бывают при плановом ведении хозяйства? Да те же южные корейцы тоже с пятилетками такого прогресса добились. Что уж говорить о Красном Китае после начала реформ в конце 70-х. Ну, естественно, говорить что-то хорошее и про социалистический Китай сейчас нельзя было, равно как и про капиталистическую Южную Корею. С первым мы после смерти Сталина так капитально поссорились, что в этом же 1971 году китайцы что-то вроде союза с американцами против СССР замутят. А о вторых иначе, чем как о наймитах империализма, провоцирующих войну в Азии, сейчас и вовсе не принято говорить. Значит, исходя из темы лекции, лучше вообще про них помалкивать. Тем более, те же корейцы пятилетку сперли у социализма как раз в те же 70-е, когда увидели, что Кендер их опережает. Это значит, что, скорее всего, сейчас еще пятилеток у них нет. — Толковый ты лектор! — похвалил меня Иван Алексеевич, когда после клуба прошли к нему в кабинет. — Простыми словами сложные вопросы разъясняешь. Только тебя будем просить. — Увы, в последний раз сегодня выступал. Уезжаю от вас. Развел руками я. — Почему? — не скрывая своего разочарования, спросил председатель. — Учиться еду в Москву. В МГУ поступил. — Что дело? — поддержал меня Пал Григорьевич. Молодец. У нее опять насовали с собой продукты в самогонке. — А это тебе на память о нашем колхозе. Торжественно вручил мне председатель разделочную доску, оформленную с одной стороны выжигалкой, раскрашенную красками и палаченную. На доске очень детально изображен был трактор, а сверху — стилизованные буквы «50 лет октября». — Это в колхозной школе у нас такие художники учатся. С гордостью пояснил председатель. — Тонкая работа, — похвалил я. — Спасибо. Выступал еще на собрании работников коммунального хозяйства нашего города. Рассказывал о плюсах монополии государства на оказание услуг населению. Стращал народ тем, как в капиталистических странах искусственно завышают цену на коммунальные услуги для граждан. Дерут двойные и тройные цены, а то и хуже, не стесняясь. Рассказывал с чувством, поскольку были у меня друзья в двадцать первом веке из Прибалтики. Вот всю их боль, когда холодная вода стоит раз в десять дороже, чем в России, в своем выступлении передал, как опыт жизни несчастных граждан в капстранах. Определенно получилось, какие-то сердобольные женщины даже всхлипывать начали, жалея несчастных, страдающих где-то под гнетом капитализма. Унес десятку с чувством выполненного долга. В девяностых они меня все вспомнят. Еще был с лекцией в нашем педучилище. Пытался донести задачи текущей пятилетки до педсостава. Он как бы был совсем не против, так что общение прошло органично. Тем более директор сидел весь напряженный и так зыркал на каждого, кто раскрывал рот, что они даже зевать боялись, не то что вопросом не задавать. Похоже, на одну из предыдущих лекций что-то у них там случилось, раз он такой дерганный. Даже любопытно стало, кто ж там так оконфузился. Но ведь не спросишь. Работал по шефской помощи, ушел ни с чем. Несколько раз Галия приходила после работы, говорила, что с отчан несколько последних дней ходит веселый, можно сказать, счастливый. И начал ящики своего рабочего стола разбирать и шкаф с бумагами. Рассматривает бумаги, что-то откладывает, что-то рвет на мелкие куски, по две урны в день набирается изорванной в клочья бумаги. Неужели у него ссылка заканчивается? — Ты знаешь? — заговорческим шепотом рассказывала мне Галия. Я его спросила, зачем он ненужной бумаги рвет, да еще так мелко. Можно же просто смять и выбросить. А он мне говорит, чтобы труднее было восстановить, что на них было. Меня жизнь этому научила. Вот. Представляешь, что кто-то будет в урне с мусором копаться. Ха! Еще как будет, если на кону теплое местечко, — усмехнулся я. И надо конкурента убрать. — Ну, сачан, пройдоха. Неужели это и есть его печальный опыт вылета с теплого места из столицы в провинцию? Это что же надо было такое в урну выбросить, чтобы из Москвы в Святославль вылететь? Карикатуру на первого секретаря нарисовал, что ли, пока на совещании каком-нибудь сидел? А добрые люди достали и куда надо отнесли. По Галие ситуация у нас неожиданно изменилась. Мой отец позвонил прямо ей домой и сказал, что в связи с недобором на первом курсе поможет прямо на него ее и взять, а не на второй, учиться дольше. Но и плюсы тоже есть. Деканат будет благодарен, что ему меньше влетит за недобор. Закончит она учиться в один год со мной, стипендию будет дольше получать. А раз вместе закончим учиться, то нет риска, что ее распределят куда-то в Якутию. Можно бегать между комиссиями МГУ и Горного института с документами о браке и договариваться о распределении в один город. Я, конечно, подозревал, что Батя не оценил здравомыслие Галии и капризность Дианы и таким образом пытается обеспечить ей лучший присмотр в последний год учебы. Но Галия так загорелась этой идеей и так захотела с самого начала учиться в Горном институте по-настоящему, что я махнул рукой и согласился с предложением отца. Да и в таких делах надо быть поосторожнее. Мое противодействие впоследствии могло быть ей расценено как желание побыстрее отправить ее зарабатывать. Мол, сам буду еще комфортно учиться, а ее на завод пошлю вкалывать. Не сейчас, когда у нас конфетно-букетный период, а попозже, когда неизбежно будут и непростые моменты в отношениях. Пришлось также у своих пацанов с бетонирования отпроситься на день, чтобы еще одну проблему решить. Поехал с Инной в Брянск в воскресенье. Славка застрял в больнице с Эммой, а отпуск ему на заводе дали только на поступление. В понедельник уже надо выходить на работу, а он, со слов Инны, и не думает возвращаться. Только мы приехали с сестрой в брянский дом Клары Васильевны, как и Славка, как раз вернулся из больницы. «Привет!» — буркнул он, нисколько не удивившись, увидев меня. «Знает, что сейчас мозги ему вставлять буду. Сразу в оборону превентивно встал». «Привет, друг!» — спокойно поздоровался я. «Как у Эмма дела?» «Так себе». «Инна разве не рассказывала?» С подозрением уставился он на меня. «Рассказывала, что ей рекомендовали расхаживаться, зарядку делать», — ответил я. «Вслух читать, упражнения для пальцев делать». Славка кивнул. «Она же уже почти все вспомнила?» Друг опять кивнул. «Слав!» — подошел я к нему ближе. «Инна за ней присмотрит. Тебе надо возвращаться». «Нет!» Славка замотал головой. «Я не могу. Я ей здесь нужен». «Ей нужен мужчина. Сильное плечо. Кормилец!» Чеканя слова, перечислял я. «Защитник, а не сиделка». «Почувствуй разницу». Славка сел за стол и смотрел на меня затравленно. «Тебе помогли устроиться». «У тебя прекрасная работа», — продолжал я. «На твое место желающих, между прочим, очередь. Тебе отпуск дали только на поступление. А ты что делаешь?» «Учебу профукал. Теперь работу хочешь профукать?» «Как ты собираешься Эмми и ее семье помогать?» «На какие шиши?» «Или ты взрослый мужчина, просчитывающий свои поступки на перспективу, или ты, пацан, живущий одним днем, решай». Все он сам прекрасно понимает. Иначе не встречал бы меня сегодня так настороженно. Ему надо помочь верное решение принять. «Завтра возвращаемся в Шветославль первым же автобусом», — решительно сказал я. «Еще на работу успеем». «И падай в ножки, Ирине Викторовне. Проси простить тебя опоздание из отпуска. Ты же должен был вернуться на завод сразу после того, как экзамены перестал сдавать. Тебе отпуск только на них и давали. Значит, после того, как на второй экзамен не пошел, ты уже формально прогульщик. За такое и по статье Трудового кодекса могут уволить, а с такой записью в трудовой книжке потом никуда не устроишься. «Думаю, она пойдет навстречу, учитывая ситуацию, но дольше тянуть нельзя точно». «А как же, Эмма? Она же будет ждать меня завтра», — возразил Славка. «Я объясню ей, что тебе по работе пришлось уехать», — включилась в разговор Инна. «Не волнуйся, Слав. Все будет хорошо. В следующий выходной приедешь, а через выходные, глядишь, ее уже и выпишут. Будешь за ней ухаживать в Святославле». Сестра начала выкладывать на стол привезенные от мамы пирожки и подсунула один с лавки. Тот на автомате принялся оживать. Всю ночь, проворочившись, друг послушно вернулся на следующий день со мной в Святославль и вышел на работу в бухгалтерию. Вот неужели нельзя было сразу так? Обязательно надо было дожидаться от меня волшебного пенделя? Эх, горе-горькое. В один из вечеров забежала Диана. Она вернулась из Москвы, сдав все экзамены в Горном. Еще две недели до сентября решила побыть с мамой. Пришло письмо-ответы. Она поступила в пединститут. Тимур успешно прошел все испытания и ждет зачисления на первый курс военного училища. В середине августа наша бригада закончила заливать полы на складе хлебозавода. Специально старались закончить к пятнице, чтобы не ждать до понедельника денег. Мы как раз только закончили. Мыли оборудование и инструменты, когда подошел Винни-Пух с деловым видом. «Так-так. Молодцы-молодцы!» Не скрывая радости, повторял он. Я его прекрасно понимал. Старались мы на совесть, сроки выдержали цемент, не воровали, запои не устраивали. «Принимайте работу», — подошел я к нему, намекая, что неплохо бы рассчитаться. Главный инженер меня прекрасно понял, но дальше началось что-то из совсем другой оперы. «Так, по пятьсот рублей, вас восемь, четыре тысячи». «Подождите», — нервно рассмеялся я от такой наглости. Уговор был на пять. «Ну, у вас же не десять человек работало», — возразил этот клоун. Мои парни побросали дела и стали медленно подходить к нам, прислушиваясь к нашему разговору. Марат уже демонстративные рукава начал закатывать, моментально сообразив, к чему дело идет. «Оплата рассчитана, исходя из объема работы, а не количества людей», — возразил я Винни-Пуху. «Ну, не знаю, не знаю», — не хотел он признавать мою правоту. «Директор думает». «Ага», — решил директором прикрыться. «Думает, что мы побоимся идти с начальством разбираться. Ладно». «Ну, пойдемте спросим, что думает по этому поводу директор», — спокойно ответил я, пока он домой не ушел. И, не дожидаясь ответа, направился к лестнице на второй этаж. Жорину ничего не оставалось, как пойти за мной. Директор, разумеется, вообще не понял логики своего главного инженера. Он-то был в курсе, что это по линии Сачана. А тот сумел себя в нашем городе поставить ого-го как, пользуясь своими уцелевшими связями в столице. Жорин и сам был не рад, что я привел его к Добрянскому. Что-то сумбурное мямлил в свое оправдание. Не готов был аргументированно отстаивать свою позицию. Похоже, вообще не ожидал такого поворота, что я, зеленый пацан, осмелюсь к директору вот так спокойно его повести на разборке. Тем хуже для него. — Аркадьевич, не морочь никому голову. Придумал тоже. Рявкнул на него в конце концов директор. — Расплатись с парнями, как договорились. Они эти деньги честно заработали. — Спасибо. Улыбнулся я ему и демонстративно остался в кабинете директора, ожидая, пока главный инженер со мной расплатится. Он начал мямлить, что деньги у него в кабинете. — Ничего, я подожду. — ответил я, глядя ему прямо в глаза. Ему ничего не оставалось, как принести деньги, отслюнявить мне пять тысяч полтинниками и четвертаками. Пересчитал тут же за ним деньги, взял в левую руку, а правую подал директору, тот со словами благодарности пожал ее, повернулся к Винни-Пуху и протянул руку ему тоже. — Очень приятно было с вами работать, — демонстративно улыбаясь, сказал я. Того аж перекорежило всего. Понял я все прекрасно, что он задумал. Небось, хотел потом оформить по новой на кого-нибудь подставного работу за пять тысяч и без ведома директора тысяченку зажать не дали. Вернулся к встревоженным парням и раздал им по шестьсот двадцать пять рублей. Парни по несколько раз пересчитывали деньги, как будто не могли поверить, что у них столько бабла в руках. Наконец они вышли из хлебозавода и, поглядев друг на друга, единогласно решили, что это дело надо обмыть. Посидели душевно, ребята поголовно не удержались и неумеренно врезали по водке. Настрадались, похоже, так что нужно было чем-то вытолкнуть негативные эмоции. Я пил по привычке мало, чисто для компании, у меня стресса никакого не было. Я был доволен результатом, работал много и тяжело, ел тоже много, в особенности мяса, чему поспособствовал и подгон из колхоза, мышцы накачал так, что старые рубашки по швам трещали. А что уж говорить про выносливость. И деньги очень неплохие, и совсем не лишние. Ну а дальше подошло и время переезда. Машину Ахмат на заводе у Шанцева выпросил на три дня, чтобы нам жилы не рвать и не разгружаться сразу после дороги. Мы связывали в стопке книги, закручивали ковры, снимали шторы. Все перед упаковкой перестирывалось. Ковры лично мне приходилось выбивать. По всем друзьям собирал газеты, чтобы посуду и хрусталь упаковать. Собирались долго и основательно, затянули со сборами. В каждой сетке сверху лежала бумажка с описью содержимого на скорую руку. Это бабушка и Никифоровна делали в обязательном порядке, наученные многочисленными переездами. Коробки и ящики также были подписаны. В узел каждого тюка воткнута бумажка с содержимым. Мне хотелось поскорее переехать до начала учебы, а то там совсем будет не до этого. Когда мы, наконец, определились с днем выезда, было уже двадцатое число. Выезд согласовали с машиной на субботу двадцать первое, чтобы Ахмаду только на один день с работы отпрашиваться. План был такой. Туда я еду в кабине грузовика. Ахмат на свои копейки везет бабушек. Разгружаемся, собираем и расставляем мебель одним днем и вдвоем возвращаемся назад в Святославль на его машине, а грузовик уже по своему графику. А бабушки уже не спеша все распаковывают и раскладывают. Первую часть плана мы осуществили без сучка и без задоринки. Мы приехали. Дальше все пошло не так. Мы с заводским водилой нашли общий язык и непринужденно болтали всю дорогу. Следовали за Ахматом, не особо вникая в маршрут. Дорога показалась легкой. Приехали к вечеру, остановились за копейкой возле очень приличного по советским меркам кирпичного дома. Выйдя из кабины, я потянулся и в прекрасном настроении подошел к с трудом выползавшим из машины бабушкам. Ахмат тоже потягивался, все засиделись. — А кто нам участок перепахал? — удивленно спросила Никифоровна. Из дома к нам спешил мужичок лет шестидесяти. — А вот незадача! — воскликнул он вместо приветствия, подходя к нам. — А мы уж и не знали, приедете вы или нет. — Вы что, передумали дом продавать? — напрягся я. — Да нет! — как будто оправдываясь начал мужичок. — Еще покупатели появились. — Как это? — мы же задаток дали, — начала наступать на него Никифоровна. — Мы вернем, — заверил хозяин дома. — Не надо нам ничего возвращать, — подошел я к нему. — Продайте нам дом, как и договаривались. — Да я что, мне все равно, кому продавать? Вы вот с ними договариваетесь, — кивнул он в сторону соседнего дома. — Там на крыльце появился мужчина. Он озабоченно поглядывал в нашу сторону, торопливо обуваясь. За ним вышла женщина и вперед него поспешила к нам. За ней выскочила молодая пара и тоже припустила со всех ног к нам. Они чуть не бегом подбежали всей компании. — Это наш дом! — закричала молодая на бегу. Она была беременна. — Чего бегает-то, дурочка? — Еще чего! — вышла вперед Никефровна. — Это наш дом! — Тихо-тихо! — встал я между ними. — Мы перво этот дом застолбили, с хозяевами по рукам ударили и задаток оставили. — Вы кто такие? — начала голосить молодая. — Мы колхозники, нам положено! — Мы уже участок вспахали, — поддакнул ей муж. — Мы вам компенсируем это, — спокойно ответил я. — Иваныч! — обратилась к хозяину дома старшая из женщин. — Ты кому дом продал? — Никому еще не продал, — огрызнулся Иваныч. — Ты же обещал, — возразила ему старшая соседка. — Ничего я не обещал. У вас и денег нет столько. — Мы тебе пять тысяч даем, — взвизгнула молодая. — Дом семь стоит, — отрезал Иваныч. — Можно подумать, они тебе столько заплатят, — кивнула в нашу сторону старшая. — Заплатим, — подтвердил я. — Все, пошли. Надоело ждать Ахмаду. Он развернул бабушек и повел их к дому. — Все с дороги, все устали. Разгружаться завтра будем. — Я к председателю завтра пойду, — пригрозила нам молодая. — Иди, иди, — процедила Никифоровна. — Хозяин дома, оказывается, вещи еще не вывез. Сидел на чемоданах. И боялся дома ставить без присмотра. — Не завидую я вам, — проговорил он, ставя греться чайник. — Эти Михайловы. Не повезло вам с соседями? Что мать скандальная, что дочь? — По скандалю да успокоиться, — ответил я. — Не знаю, не знаю, — пробормотал Иваныч. — Шура-то, мать, жизнь еще немного научила думать, прежде чем говорить. А вот Ксения у нее дура-дура и язык без костей. — Да нам-то что? — спросил я. — Муж у Ксении механизатор. Колхозный дом построил в центральной усадьбе, когда свадьбу сыграли. Они его продали и хотели к маме поближе перебраться. На мой дом целились. А зачем они мне нужны со своими питью тысячами? — Логично, — начал я понимать суть претензий соседей. — Обломали мы их знатно. Надо оформить все поскорее. — Завтра в правлении никого не будет. В воскресенье, — ответил Иваныч. — А в понедельник пойдем. — Не запалят они вас со злости? — спросил наш водитель. — Да нет, — подумав, — ответил Иваныч. — Шальные они, конечно, но не до такой степени. — А как у тебя со временем, мил человек? Не поможешь ли мне перебраться? — Да чего ж добрым людям не помочь? — подмигнул нам, быстро сориентировавшись водила. — Дополнительно под халтурить святое дело. Весь следующий день мы грузили, таскали, тягали. Но вчетвером дело быстро спорилось. Мы даже загрузили вещи Иваныча, и они вместе с водилой в тот же день перевезли их куда-то недалеко. В понедельник с утра Иваныч был уже у нас готовый проводить бабушек в правление для переоформления дома. А мы с Ахмадом рванули на его копейки обратно в Святославль. Павел Сачан получил, наконец, добро на перевод в Москву. Ему осталось досидеть на Святославском механическом заводе считанной недели. Да здравствует столица! Как долго он этого ждал! Два года! Положа руку на сердце, он не мог сказать ничего плохого ни о самом этом городишке, ни о заводе, ни о людях. Наоборот, он считал, что некоторые, например, Галия, заслуживают большего. Он даже подумал, не забрать ли ее с собой в Москву. Толкового помощника днем с огнем не сыщешь. Они уже сработались, она его с полуслова понимала. Думал, как она обрадуется такой возможности, будет бесконечно благодарна и станет преданной ему по гроб жизни. А тут на тебе. Она уволилась одним днем. Счастливо улыбаясь, сообщила, что уезжает в Москву. Паша устроил ей учиться в институт под крылышко своему отцу. Вот жук! Обскакал на повороте. Комсорк улыбнулся и восхищенно покачал головой. Далеко пойдет парень. Глава третья. Московская область. Деревня Коростово. — Ну что, Эль, они ушли? — спросила Никифоровна подругу, подсматривающую за соседями в окно. — Ходят еще. Что-то меряют. — Что эти поганцы затеяли? — стукнула по столу кулаком Никифоровна. — Нет, я пойду, знаю. — Вань, да ладно тебе. Ну, ходит и ходит. Может, меряет пашню, прикидывает, сколько нам за нее предъявить. — Это наша земля, — возразила Никифоровна. — Нечего по ней ходить. К тому же кто знает, что у них в головах там? Еще скажут потом, что ходили, решали, а мы не вышли. Значит, согласны с их решениями. — Хм, вообще-то ты права. Пойдем-ка спросим. Пожилые женщины вышли из дома и подошли к Михайловым, вчетвером по хозяйски разгуливающим по их вспаханному участку. — Ну, и что вам тут надо? — спросил их Никифоровна. — А того и надо, — уперев руки в бока, заявила молодая Ксения. — Мы строиться будем. — На нашей земле? — усмехнувшись подобной наглости, спросила Эльвира. — Это не ваша земля, — возразила старшая Шура. — Вы не колхозники. Вам всего шесть соток положено, а тут сорок. — Во-первых, не шесть, а двенадцать. Дом на двух хозяев. — Спокойно ответила Эльвира. — А во-вторых, я уже устроилась счетоводом в колхоз. — Анна Никифоровна в клуб устраивается сторожем. — Так что мы теперь тоже колхозники. Нам вообще-то еще сорок соток положено. Идите отсюда по-добру, по-здорову. А то сейчас милицию вызовем. Обе Михайловы переглянулись стревоженно. — Между нами еще дом был, — вспомнила старшая Михайлова. — Вон, в той крапиве еще фундамент из валунов остался. — Вот мы этот участок и заберем себе. — Мам, но тут же мало земли без ихнего участка, — возразила Ксения. — Ничего, с другой стороны прирежем. Сзади и вдоль дороги, — ответила ей мать и пошла в сторону своего дома. Ксения поджала губы и крайне недовольная пошла за матерью. Мужчины, никак не участвовавшие в инциденте, молча поплелись за своими женщинами. — Забор надо делать хороший, — констатировала Эльвира. — И побыстрее, чтобы они к нам не могли как к себе домой заходить в любое время. — Согласна, — кивнула Никифоровна подруге. — Вот только когда материала нет, да и у Павла учеба вот-вот начнется, не до нас ему сейчас будет. Стыдно отвлекать. — Сами справимся, найдем работников, — решительно ответила Эльвира. — Я поспрашиваю в управлении, и ты тоже в клубе спроси. Колхоз большой, наверняка найдем, и где штакетник купить, и столбы, и кого попросить подсобить сделать. Никифоровна задумчиво провела рукой по подбородку, глядя вслед подходящим к своему дому Михайловым. — Старый-то, никак уже поддатый, — усмехнувшись, заметила Никифоровна. — Да и молодой, похоже, тоже. Время обед, только они уже хорошие. Как работать дальше будут? — Ну и что, девки, отбились, — услышали они сзади веселый старческий голос. Обернувшись, они увидели щупленького дедка, опиравшегося на обыкновенную корягу из леса, смеющиеся глаза над пышными седыми усами. Он как будто специально провел по ним, чтобы привлечь к нему внимание. — Ой, какие тут парни, — смеясь тут же ответила Никифоровна. — Откель же такие будете. — Да я напротив вас живу, Трофим, — представился дедок. — Аня, а это Эля, — представилась Никифоровна. — Как у вас здесь неспокойно? — Никифоровна кивнула в сторону дома Михайловых. — Что есть, то есть, — согласился дед. — Вы не думайте, что они отступились, это только начало. — Да мы уже и сами поняли, — проворщала Эльвира. Женщины пошли в дом, дед Трофим за ними. — А вы что ж, одни? — спросил он. — У меня дочь в Брянской области замужем. — Как есть, — начала рассказывать Эльвира. — Есть внучка, жена военного. Есть внук, в Москву учиться поступила, в МГУ. — Правнучки, год всего. — А я одна, — ответила Никифоровна. — У меня сестра и племянница, с мужем и детьми тут недалеко живут, в Светлогорье. — Если и пособить, что надо будет, зовите. Я с радостью. — Заверил их дед. — Давай, Трофим, за знакомство с нами пообедай, — предложила Эльвира. — О, то дел бабоньки, — обрадовался дед. — С соседями надо в ладу жить. Всем миром с любой проблемой справиться можно. — Иваныч дом когда строил, думал, сын приедет к ним с женой жить, — рассказывал дед, прохаживаясь по дому и осматриваясь. — А видишь, как вышло. — Как? — спросила Эльвира. — Он не рассказывал. — Сын на северах остался, женился там, осел. Жена померла два года уж как, Иваныча дочь к себе забрала. А дом хороший, Иваныч для себя строил. Тут подпол в полный рост. Участок только запустил, так вам Михайловы его уже перепахали. — В подпол-то мы еще не лазили, — рассмеялась Никифоровна. — Садись за стол, Трофим, хватит там бродить. Старики пропустили по стопочке за знакомство и очень душевно посидели. Дед обещал помочь с обрезкой яблонь осенью, а то заросли совсем, прочистить надо. — Не знаю, зачем он столько их насажал, да так близко, — критиковал Иваныча Трофим. — Между ними расстояние должно быть, чтобы кроны не смыкались, а тут заросли. — Может, их рассадить, — предложила Никифоровна. — Поздно уже, им, кажись, лет по пятнадцать уже. — Выпилить половину, — предложила Эльвира. — И что, они породистые, осенью посмотрите, какие. — Иваныч с Москвы их привозил, с питомника. — Лучше бы он Викторию привез с питомника, — проворчала Никифоровна. — А так у соседки справа спроси Ольги. — Сейчас же как раз ее чистят перед зимой, усы там обрезают, не знаю. — К Ольге подойди, она, баба, нормально еще подружитесь. — Даст тебе этих усов. Сентябрь, Москва Начались занятия в универе, а мы все оказались на одном потоке. Я, Леха, Семен и Ираклий. Старались держаться везде вместе, и на учебе, и в общаге. Даже получилось заселиться в одну комнату нового здания дома аспиранта и стажера, ДАС, на улице Шверника. Потрясающий комплекс, включающий в себя все необходимое для жизни. Новая мебель просторной комнаты. Только мы разделили полки в шкафах и порадовались своему везению, как к нам подселили пятого. Притащили еще одну койку и тумбочку. Семен со знанием дела объяснил, что всегда так не будет. На первых курсах большой отсев, и студентов набирают с запасом, чтобы на выходе оказалось достаточное количество выпускников. Пятым к нам пришел выпендрежный блондин. Мы виделись на вступительных экзаменах, в лицо знали друг друга. Константин Брагин. Сквозь зубы процедил он, представляясь, и бросил свой рюкзак на первую попавшуюся койку, которая уже была занята мной. Это уже занята. Спокойно переложил я его рюкзак на только что принесенную койку. Думал, сейчас начнется заруба. Так он презрительно на меня посмотрел. Но нет. Перенес тихо. Такой-то он странный. Так смело нарывается. Сильно блатной, что ли? Ну, посмотрим, что дальше будет. Парни не стали ему представляться и протягивать руки. Сделали вид, что его вообще нет в комнате. Это не я. И ты оказался Ираклий. Не стал у него ничего пока выяснять, решил дождаться более подходящего случая. Первого сентября, придя на занятие, увидели возле расписания большое объявление. Сбор студентов первого курса 10.09.1971 в 8.00 в фойе экономического факультета. С собой иметь. Дальше шел небольшой список необходимых вещей. Под объявлением кто-то от руки дописал. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Хво-хво-хво, картошечка, повеселимся. Я реально обрадовался. С выездами на картошку у меня были связаны очень теплые воспоминания. Однокурсники взволнованно гомонили, обсуждая предстоящие мероприятия. Кто-то выглядел веселым, а кто-то откровенно перепуганным. Можно понять, на самом деле, для некоторых выросших в тепличных условиях городских мальчиков и девочек поездка на пару недель в какой-то непонятный колхоз далеко от уютного дома и заботливых родителей казалось серьезным испытанием. Тем же вечером метнулись с Лехой в гости к девчонкам. Надо посмотреть, как они устроились. Новостями поделиться. Звонил отцу с вахты узнать, где девчонок искать. Наши вахтеры первокурсников пропускали строго по спискам. Студенческих у нас еще не было. По сторонним вход воспрещен, а лазейки мы еще не нашли. Наверное, в общаге Горного также. Сразу попросил отца предупредить вахту, что мы с Лехой свои. Девчонкам отец выхлопотал, как и обещал, отдельную комнату. Рассчитан она была на троих, но заселили их вдвоем. — Ну что, как вам комната? — спросил я, осматриваясь. Галия довольно улыбалась, несмотря на скромность интерьера вокруг. — Столько народу, я боялась, что нас, как всех, по четыре человека в комнате поселят, — поделилась она. Диана с растерянным видом сидела на койке. — Да уж, это тебе не элитная квартира. Ремонт в комнате был, но давно. Мебель убитая, штор не было, затоптанные полы, похоже, здесь давно никто не убирался. Деревянные оконные рамы в ужасном состоянии. Внутреннее стекло на одной половине было прихвачено только кусочками штапика сверху и снизу. Леха заинтересовался, что я там разглядываю, и тоже подошел к окну. — Тут заклеивать окна на зиму хорошо надо будет, — сказал он. — Да, и стекло прижать плотнее, — добавил я. Тут мне пришла в голову мысль проверить замок на входной двери. В дверном полотне зияла сквозная дыра от старого врезного замка. Ну ладно, забьем. Но действующий замок. Его надо однозначно менять, любым ножом откроешь. — Надо им засов какой-нибудь изнутри сделать, — показал я Лехе на щель между дверью и косяком. — Еще, девчонки, не храните ничего ценного в комнате. Они испуганно уставились на нас. Сделал успокаивающий жест и пошел к коменданту, который уже знал меня как сына Тараса Ивлева. Мне пришлось познакомиться с ним, когда в общагу с Лехой прорывались. У девчонок в комнате дверь очень хлипкая и замок не очень, — начал я. — И что ты от меня хочешь? Устал и грызнулся он, не дав мне договорить. — Другую комнату. — Нет, что вы. Спасибо огромное за комнату. Поспешил я его успокоить. — Я только хотел им щеколду какую-нибудь изнутри сделать. Нет ли у вас? — Щеколду найдем. Проворчал он и повел меня по коридору в коморку, запертую на увесистый навесной замок. Выдал мне и щеколду, и гвозди с молотком. — Хороший дядька. Надо с ним подружиться. А то я даже не знаю, как его зовут. Комендант и комендант. Приколотил девчонкам на дверь задвижку с внутренней стороны. Гвозди загнул для надежности. Уже не до красоты и аккуратности. — По-хорошему, здесь бы дверь новую ставить, — сказал я. — Но уже как есть. Дырку от замка заткните газетой пока. На ночь закрывайтесь на щеколду. — Зачем? — испуганно спросила Диана. Ну, мало ли. Сокурсники решат поступление отметить. Бузить начнут. — Ой, мамочки! — простонала сестра, видимо, вспомнив, как к ней пьяные урки домогались. — Да ладно тебе, — попыталась успокоить ее Галия. — Не будешь же они в чужую комнату ломиться? Я молча подошел к окну посмотреть, высоко ли тут до земли. Второй этаж, — проговорил я мыслей вслух. Девчонки смотрели на меня, открыв рот. — Я так, на всякий случай, пути отхода. Не бойтесь. Надеюсь, не понадобится. Но на всякий случай рядом справа пожарная лестница. — Ага, — посмотрела на меня с отчаянием сестра. — Наверное, надо было все-таки к отцу идти жить. — Никогда не поздно, — ответил ей я. — Ну, не спеши, может, тебе еще здесь понравится. Пошли посмотрим кухню. Лучше бы мы не смотрели. Трэш и угар. О санитарии тут и не слышали. И посудой местной лучше не пользоваться. Надо девчонкам свою купить. Посидели с девчонками в комнате, пообщались. Им тоже предстояла картошка, только ехали они пятнадцатого сентября, а не десятого, как мы. Галия, как я и ожидал, к этой новости отнеслась спокойно. Расстраивалась только, что мы с ней явно в разные колхозы попадем. Вместе поехать не выйдет. А так морально вполне была готова. Понятно, что дочь пожарного, привыкшую с отцом на охоту ездить, полевыми работами не напугаешь. Диана, ожидаемо энтузиазма, не испытывала. Но, как я понял, сестренка еще пока особо не представляла, что им предстоит на картошке, поэтому особо не возмущалась и не боялась. Небось думает, что будет жить там, в благоустроенном доме с удобствами, и кушать завтраки, обеды и ужины в приличной столовой. Мысленно усмехаясь, понял я. Не стал ее разуверять в заблуждениях, а то еще бросит учебу прямо сейчас и уедет домой к маме, чтобы и дальше ее баловало. Уехали мы с Лехой с целым списком того, что нужно сделать в комнате девчонок срочно, включая покупку посуды, и еще больше список того, что может немного подождать. Общежитие горного института, комната Галии и Дианы. — Мне уже совсем не хочется здесь жить, — капризно поделилась с подругой Диана. — Да ладно тебе, — отмахнулась Галия, раскладывая свои вещи в шкафу. — Отмоем тут все, шторки повесим, обои новые поклеим. — Ага, поклеим, — передразнила ее Диана. — А ты умеешь? — Ну, помогала как-то родителям. — Да парни помогут, мы же не одни с тобой. Вернулись мы с Лехой к себе в ДАС, едва успев заскочить в двери до комендантского часа. Иракли с Семеном доложили, что нашли уже в этом огромном комплексе столовую, бассейн, спортивный зал, библиотеку, кинотеатр, магазин и медпункт. Лазили по этажам весь вечер, заблудились. Целое приключение пережили, оба довольные. Да, с общагой нам явно повезло больше, чем девчонкам. — А этот где? — спросил я. — Арийской расы, которой голубая кровь, белая косточка. Парни пожали плечами, усмехаясь моей шутки. — Кстати, туалеты душевые вы тоже нашли? — спросил я. — Спать уже что-то хочется. Мне показали направление, и я, прихватив полотенце и мыльно-рыльное, пошел искать удобство у нас на этаже. Когда вернулся, Константин уже пришел и укладывался. — Ну что, все дома? — констатировал я. — Выключаю свет? — Давай, — согласился Леха. Никто не возразил. Я запер входную дверь изнутри и пожелав всем спокойной ночи, погасил свет. Мы улеглись. Какое-то время со всех углов раздавался скрип пружин панцирных коек. Наконец все стихло. Я уже задремал, как вдруг раздался громкий язычный храп. От неожиданности я сел в кровати. Храпел Ираклий. Громко, протяжно и витиевато. Включился свет. Это Ариец стоял у стены, держась за выключатель. — Какого? Мать его за ногу! — скричал он. — Это что такое? — Он же не специально. — Проворчал я, щурясь от света. Видишь, он спит. — А нам что делать? — спросил тоже щурясь Леха. — А нам надо научиться засыпать вперед него, — ответил я. — Срочно. У нас был в армии такой же пацан. Храпел, как паровоз. Давал нам всем фору в двадцать минут, а потом ложился спать сам. Кто уснуть не успел, сам виноват. Но мы всегда успевали. Я и не знал, что он так храпит. Смеясь, встал над приятелем Семен и зажал ему нос. Ираклий тут же вскочил из просоня, стал отбиваться. Объяснили ему суть проблемы. Окончательно проснувшись, он признал за собой грешок. — У нас в семье все мужики храпят, — оправдываясь, сказал он. — Мама привыкла говорить, что спать в тишине не может. — Твоя мама в этом аду уже лет двадцать живет, — ответил я ему. — Привыкла, а мы нет. — Давай-ка сначала мы все уснем, а потом ты ложись минут через двадцать. Если кому-то не хватит времени, придется тебе до тридцати минут гулять, ждать, пока мы все вырубимся. И по-хорошему ты должен предупреждать окружающих о такой своей особенности. — Ничего себе особенность, — вскричал Ариц. — Это же кошмар, ужас. — Успокойся, — осадил я его. Он такого родился, в этом нет его вины. Все, покойкам. Ираклий, ты ложишься последним, даешь нам заснуть. — Ладно, — проворчал он и встал у окна, поглядывая на часы. Ночь прошла спокойно, мы даже выспались. И Даша так и повелось. Сначала все засыпают, потом только Ираклий ложится. Утряслось расписание пар, мы активно включились в учебный процесс. Была у меня еще одна стычка с Брагиным. Ариц каким-то образом оказался комсоргом нашей группы. Как он им оказался? Кто его избрал? Вел себя заносчиво, разговаривал со всеми нами в повелительном наклонении, слово «пожалуйста» не употреблял принципиально. Он ни с кем не дружил, указания и задания раздавал с таким уверенным видом, что одногруппники, еще не разобравшись кто есть кто, не решались ему отказать. Причем я так понял, что раздаваемые им задания собственно были его работой как комсорга, а он просто ее на остальных перепихивал в наглую. Кого-то он мне напомнил. Возникла в голове ироничная мысль. — А, Сатчан аналогично действовал. Вот только Сатчан, в отличие от этого избранного всеми богами, обладал еще и хитростью и житейской мудростью определенной, понимая, что без друзей и поддержки никакой благ не поможет. А этот тупо прет на пролом по головам, показывая всем своим видом, насколько выше остальных. На этой волне Брагин также уверенно подкатил ко мне. — Явлев, у вас список группы. — Распиши, кто в какой комнате живет, если в общаге. — Или адрес, если не в общаге. — Велел он мне. — Ничего себе заявки! — удивился я. — А больше ничего не надо? — Ты чего тут пальцы растопырил? — Указания всем раздаешь. — Ты кто такой? — Я комсорг группы! — воскликнул он. В аудитории наступила тишина. Было слышно, как ариец шумно задышал, еле сдерживая гнев. — И дальше что? — напирал я. — Кто тебя избрал? — Я за тебя не голосовал. — Товарищи, кто за Брагина голосовал? Все молчали. — Генерал-то без армии, — развел руками я, так что нечего тут командовать. — Да ты знаешь, кто я? — вдруг запыхтел еще больше Брагин. — Кстати, давно хотел это узнать, всю голову сломал. — У меня не складывалось. Таким заносчивым может быть только представитель золотой молодежи. Но тогда что он делает с нами в общаге? — Дай угадаю. Потомок графа Монте-Кристо? Так я тебя разочарую, у нас тут советская власть. Дворянское звание больше не дает никаких привилегий. Я с интересом уставился на него в ожидании ответа. А он покраснел от злости, пнул деревянную скамью и выскочил из аудитории, так ничего и не объяснив. Глава четвертая. Общежитие Горного института, Москва. Приехав в общежитие к девчонкам, застал их в панике. — Представляешь, ночью кто-то как дал ногой по нашей двери. — Хорошо, что ты щеколду установил. Так дверь устояла, а замок сломался, — сбившего сказала Галия, прижимаясь ко мне. Эх, и здесь, в таком приличном вузе в столице нашлась какая-то скотина, что девушек пугает. Я уже навел справки среди новых друзей. Горный институт в столице уважали. Играла роль и форма, и традиции. Отзывы о них были в целом хорошие, нормальные парни. Девчонок, правда, там было маловато по понятным причинам. — Не бойтесь, я поговорю с комендантом. Попытался успокоить я девчонок. Приструним этого шутника. — Думаешь, это шутка чья-то? — неуверенно спросила Диана. — Конечно. — уверенно кивнул я. — Идиоты везде встречаются. Вот и у вас в общаге завелся такой, который думает, что это смешно. — Вообще не смешно, — мрачно сказала Галия. — Мы полночи не спали потом. И замок сломан. — Как теперь из комнаты уйти? Вот это действительно было проблемой. Замок новый вставить несложно, но печаль в том, что дверь стара, как этот мир, куски отваливаются со стороны косяка. Не факт, что новый замок держаться нормально будет. — Ладно, ждите меня здесь, — сказал девчонкам. — Пойду к коменданту сбегаю. — Подумаем, как вас спасать. Спустился к коменданту, описал проблему. Мужик реально вызверился на этого шутника. — Совсем обнаглели казенное имущество портить, — возмущался он, поднимаясь к нам на этаж. — Я найду на них управу. Попляшут у меня. Осмотрев дверь, пришел к тому же неутешительному выводу, что и я. — Косяк повредили, треснул. Замок уже не врежешь тут, некуда. — От старого вон дыра. Дверь менять надо, — мрачно констатировал он. — Как дверь? А когда поменяют? У нас же занятия встревожены, начали расспросы девчонки. — Пока менять не на что. Новой двери нет, — покачал головой комендант. — Я внесу комнату в очередь на ремонт. Там видно будет. — А сейчас нам как жить, — напешили девушки. — Иван Сергеевич, миленький, мы ведь даже закрыть дверь не сможем, на занятия уходя. — Может, нам в другую комнату переехать? — с надеждой спросила Галия. — Другую комнату уже не найду. Общежитие переполнено, — покачал головой комендант. Галия и Диана с отчаянием посмотрели на меня. Надо было что-то срочно решать. — Иван Сергеевич, а навесной замок у вас найдется? — спросил я коменданта. — Можем его пока повесить, как временное решение. — А ты головастый, — одобрительно кивнул комендант, минуту подумав. — Пошли. Навесной точно есть, и дужки к нему найду. В итоге прибил девчонкам на дверь снаружи петли для навесного замка, отыскав место повыше. Там, где дверь была попрощнее, без дыр от предыдущих установок замков. На какое-то время хватит, а там надо дверь новую искать и менять самому. В формулировку поставлю в очередь на ремонт, я верил слабо. Изнутри двери пониже установил еще одну щеколду, предусмотрительно выпрошенную у Ивана Сергеевича. Тот поворчал, но дал. Девушки все-таки в комнате живут. Немного их в общаге горного. Надо беречь. С двумя щеколдами дверь получше держаться будет. Не слишком сильный удар и выдержит. Галия с Дианой придирчиво осмотрели результаты моей работы. Опробовали замок и щеколды. Неохотно признали, что пока сойдет. Но смотрели неодобрительно, поджав губы и хмурясь. Так, не вешаем носы. Скомандовал им по возможности весело. Вернемся с картошки, первым делом займусь поиском новой двери. Не переживайте. Лучше скажите, вы вещи для поездки на картошку собрали? Если что, забудете, там взять негде будет. Резиновые сапоги надо где-то взять. Сразу переключилась Галия на новую тему. Мы с собой в Москву их не брали, не думали, что пригодятся. Да, сапоги нужны обязательно, я кивнул. Мне, кстати, тоже. Так, сегодня уже поздно метаться, а в понедельник после занятий захожу за вами и идем в магазин. Не задерживайтесь с пар. Девчонки синхронно кивнули. В магазин они идти всегда были готовы, даже за резиновыми сапогами. Ой, посмотри, нам сегодня форму выдали, встрепенулась Диана. Совсем из головы вылетело, что хотели тебе показать. С дверью и это обо всем забыли. Ну, показывайте. Девчонки начали вытаскивать из шкафа вешалки с формой студентов горного института. Строгая синяя форма, похожая чем-то на милицейскую, но вместо погон — нашивки с гербом горного института. Синие и белые блузки, юбка, китель, плач. Уже еще фирменное пальто, сказали, выдадут. Похвасталась Галия. В начале октября обещали. — Здорово, — похвалил я форму. — Выглядит солидно. — Да, — ответила Галия. — Вот только не совсем по размеру она нам. Диана подтверждающе закивала головой. — Совсем не по размеру, — огорченно сказала она. — Ушить надо. А где тут в Москве портниху искать? — Зачем вам портниха? — успокоил я девушек. — Бабушка же с Никифоровной переехали уже. Они наверняка шить умеют не хуже настоящих портних. У них немецкая машинка швейная, очень качественная, еще дореволюционная, только наладить ее надо. Поедем к ним на выходные сейчас, форму с собой возьмете, все и сделаем. Девчонки просияли. Только нам мастер нужен, швейную машинку починить. Распешил я напомнить им, что не все еще так гладко, как хотелось бы. В городе никого еще не знаем, так что батя сейчас позвонил. Сбегал к автомату, терпеливо дождался, пока низенькая брюнетка из общаги, уже в форменной одежде, договорит со своей то ли мамой, то ли бабушкой. Зато у нее же разменял десять копеек на две двушки, чтобы самому позвонить можно было. Сдачи у нее не было, да я и не настаивал. Дорогая ложка к обеду. Все никак не привыкну, что в карманах обязательно должна быть медь. Слишком прикипел к эпохе смартфонов, позабыл свои корни. Ничего-ничего, меня тут быстро жизнь заставит все вспомнить, что знал и умел в молодости, чтобы комфортно жить в СССР. Повезло, папа не был дома. Изложил ему суть проблемы. — Могу портниху порекомендовать хорошую, дешево берет. Сразу же сказал он. — И Кира, в принципе, кое-что тоже умеет. Можете к нам подъехать хоть сейчас. А то да, девчонкам важно, чтобы форма хорошо сидела. — Я просто хочу одним выстрелом сразу двух зайцев убить, отец, — сказал ему. — Наверняка еще много раз что-то понадобится подшить или сшить. Мне бы швейную машинку лучше починить, что у бабушек в деревне. Они обе рукасты, так что сразу на будущее все эти проблемы решим. — Молодец, стратегически мыслишь, — похвалил меня отец. — Тоже вполне решаемый вопрос. У Киры дядя швейной машинки и настраивает, и ремонтирует. И у него машина есть своя. Я ему сейчас позвоню, а ты мне перезвони через пять минут, узнаю, свободен ли он на выходных. Вот как раз вторая двушка и пригодилась. Повезло. Телефон никто не занял, через пять минут снова набрал отца. Поймал себя на том, что каждый поворот диска словно бы приоткрывает передо мной какие-то воспоминания из детства. Сколько же раз раньше я совал палец в диск и набирал цифру за цифрой, пока не появились первые кнопочные телефоны. — Все, решили вопрос, — бодро сказал Тарас. Он подъедет завтра к семи утра к общежитию. Он знает, где это. Проследи, чтобы девчонки к тому времени собрались. Не опаздывайте. Он пораньше хочет смотаться, все сделать. После обеда еще куда-то едет. Белый москвич, номер восемнадцать девяносто наш. Звать Леонид, можно Леня. Заодно и вас подкинет к бабусям. Поблагодарил отца, положил трубку. Теперь нужно мобилизовать девушек и настроить на завтрашний ранний подъем. Как сразу же выяснилось, кто бы сомневался, ехать им вот сразу было не в чем. Либо все грязное, либо неглаженное. Ну так надевайте свою новенькую форму. Машинку мастер починит. Переоденетесь в халатике, пока бабушки вам форму вашу шьют по фигуре. Пожал плечами я. А грязную одежду возьмите с собой, постираете. Неглаженную тоже погладите. В чем вообще проблема? Так сейчас же не пофигури, стыдно так выходить, страдальческим голосом сказала Галия. Угомонись. У тебя парень уже есть, и меня эта ситуация устраивает. Пожал плечами я. Или ты хотела кому-то еще тут понравиться? Ну, такой резон сработал. А у Дианы, я так понял, не так уж сильно ушивать нужно было форму. Разок пройтись она сочла для себя некритичным. Да и сообразила, по-видимому, что на Москвеще всяко лучше до деревни добираться, чем на автобусе. Распрощался с девчонками и рванул в общагу. Тоже собираться надо. Это им завтрак в семи утра быть готовыми. А мне реально часов в пять вставать придется, чтобы вовремя на месте быть. По дороге в общежитие заскочил в астроном, купил бабулем гостинцев, сушек московских и конфет. В деревне всегда сладкого хочется. На следующее утро без пяти семь мы уже стояли на месте и дисциплинированно высматривали белый москвич. Совсем несложное дело при почти отсутствующем дорожном движении. Леонид подъехал пятью минутами позже. Нескладный высокий мужик под пятьдесят с добродушным лицом, нос на котором свидетельствовал о белорусских корнях. Так оно и оказалось. Стоило только спросить, как он стал с восторгом рассказывать о батьке в Могилеве, сестре в Минске, двух племянницах в Гродно. Делал он это уже, впрочем, ведя машину в нужном направлении достаточно умело. Я его расспрашивал, как они там живут, имея в виду, что можно будет смотаться потом с Галией сразу в три белорусских города. Да достаточно серьезных, если вдруг захочется попутешествовать. Через Леню у нас там теперь есть где остановиться. И никого это в СССР не напряжет, скорее обрадует. Люди сейчас невероятно гостеприимны, ну а белорусы останутся гостеприимными и после краха СССР. Но ясно, что и подарки из столицы прихватим, чтобы не с пустыми руками соваться к практически незнакомым людям. Нам повезло. Дождей давно не было, так что деревенская дорога оказалась пристойной, чтобы доехать до самого нашего нового дома. Сегодня был выходной, так что бабушка с Никифоровной были дома. Обе хозяйничали перед домом на участке, расчищая полисадник. Наше появление произвело настоящий фурор. Бабуля не ждала гостей, будучи уверенной, что у нас учеба, и нам пока не до визитов. Тут же начались охи и ахи и разглядывания новой студенческой формы девушек. Выглядели обе эффектно в форменных юбках и кителях с нашивками. Еще и форменные фуражки обе надели, чтобы покрасоваться. Познакомили бабушек с Леней и объяснили, кто он. Восторга еще добавилась. — Умница ты, Пашка! — похвалила бабуля. Так вовремя мастера привез. Нам как раз занавески подшить надо. Да и постельного белья нашить. Старого на тряпке пустили много, а новое шить не на чем. — Проходите, проходите! — вторила бабуля Никифоровна, провожая мастера в дом. — Машинка вот здесь в углу стоит. Располагайтесь, а я пока чаю нагрею. Леня деловито кивнул, снимая покрывала с машинки, раскладывая свой портфельчик с инструментами. Я вручил бабуле овощку с сушками и конфетами. Та заглянула внутрь, благодарно кивнула и потащила все сразу на стол в вазочке выкладывать. Девчонки смущенно потупились. Они совсем не подумали про гостинцы. Не стал ничего говорить. Им полезно. Пусть учатся думать о таких вещах. Пока женщины хлопотали, накрывая на стол и делились последними новостями, Леня закончил с машинкой и вышел к нам на кухню. Молодец. Буквально минут сорок у него все заняло, не больше. — Принимайте работу, хозяйки! — весело сказал он. — Как? Уже все сделали? — удивленно всплеснула руками бабушка. — Да там не так много работы было, — пожал плечами мастер. Машинка в хороших условиях хранилась, а это самое главное. Чуть подладил где надо, подтянул — и готово. Бабушка с Никифоровной тут же пошли испытывать машинку. Все работало как надо. Неубиваемая все-таки вещь эти зингеры. Вы, главное, хамут с колеса снимать после работы не забывайте. Наставлял Леня женщин, иначе растянется. А так эта техника отличная. Работать должна хорошо, но если будут какие вопросы, обращайтесь. — Спасибо вам большое! — поблагодарила бабушка мастера и позвала всех чаевничать. Леня посидел с нами, попил чаю. От денег категорически отказался, сказав, что особо ничего не сделал, да и неудобно брать деньги с родственников. Смущенно взял с собойку, которую ему шустро собрала Никифоровна. Та тоже умела на своем настоять. Аргумент из серии «Я обижусь» сработал безотказно. После этого Кирин, родственник, укатил по делам, тепло со всеми попрощавшись. Женщины тут же переместились к швейной машинке, начав колдовать над формой девчонок. А я, чтобы не мешать им, пошел во двор и начал приводить в порядок дровню. Часть дров была уложена в полейницу, а часть кучи валялась рядом. Прежний хозяин, видимо, не все успел сложить. Еще часть дров в виде чурок была свалена на подъезде к участку. Занялся в первую очередь чурками. Перетаскал их поближе к дровне, где была установлена колода для колки дров. Потом сложил в полейнице уже наколотые дрова, чтобы не валялись. А то осень, дожди зарядят скоро, все намокнет. Разобравшись с колотыми дровами, занялся чурками. Нашел в сарае топор, наточил и занялся колкой дров. Колун бы лучше подошел, но повезло, что топор был очень большой. Веса хватало, чтобы раскалывать большинство чурок с первого раза. Занятие это для меня медитативное. Да и форму на бетонных работах набрал неплохую, так что увлекся и опомнился только тогда, когда Галия пришла меня искать, одетая в уже подшитый форменный костюм. Сидела форма великолепно, о чем я с таким энтузиазмом сообщил подруге, что даже смутил ее немного. Синяя выглянула в окно, посмотрев в сторону соседского дома, и тут же встревоженно позвала мать. — Мама, плохо дело. Соседи милицию вызвали. — Что? Какая милиция? — подошла к дочери Шура, на ходу вытирая руки о передник. — И правда милиция? — Что теперь делать-то? — в панике спросила дочь. — Успокойся. Шура тоже встревожилась. — Пусть не на шутку. — Их женщины есть? — Удивленно сказала Ксения. — Так их и нет, — ответила мать. — Они зачем-то городских милиционерок привезли. — Связями своими, что ли, пофорсить хотят московскими. Показать нам, что у нас шансов нет с ними тягаться. Покушали, неторопливо поболтали о том о сём. Больше бабуля расспрашивали, конечно, нас. Какие у них тут могут быть новости в деревне? Но и у нас с новостями было не густо, что ждём отъезда на картошку, осваиваемся в общежитиях. Через час в дверь постучали. Я пошёл открывать и обнаружил на пороге незнакомого деда. — Трофим я, парень! — важно сказал он. — Паша, — представился я и крикнул. — Бабушка, к тебе Трофим! Бабушка подскочила очень быстро. — Заходи, Трофим! — сказала она любезно дедку. А тот и рад. Чуть ли не быстрее меня в гостиной оказался. Сосед наш, Трофим, — представила его всем Никифоровна. А это Диана и Галия. Деда пригласили сесть за стол, налили чаю. Тянуть он с причиной своего визита не стал. — А не слишком ли сурового взяли, Никифоровна? — обратился он к ней через стол. — А как дальше в деревне будете жить после того, как соседей посадите? Не подумали? Мы удивленно замерли, переглядываясь. О чем он говорит вообще? Хотите узнать, что было дальше? Перейдя по ссылке, вы сможете услышать продолжение книги.